Друзья, прямо сейчас 10.00 у дворца бракосочетания. Все, кто находится в очереди, прямо сейчас открывают телефоны, чтобы подать заявление через госуслуги. Есть шанс, что сайт не завизнет, и они, уже находясь в очереди, смогут подать заявление на ту дату, которую выбирают, еще до того, как зайдут в эти двери. А может быть, сайт не даст такой возможности, и они попадут уже классическим образом через двери и через кабинет, который позволит им это все совершить. Молодой человек подойдет к вам, когда будете подавать? Да, конечно. Я надеюсь, что он не уедет, пока я тут. Мы 45-й, мы приехали сюда без 20.11. Судя по всему, вчера? Да. Общались, 22-е, 30-е, 5-е. Я думаю, вам повезет. Да, так и задумано было. То есть 44 пары не должны выбирать 5-е число, правильно понимаю? Есть, нет. Чтобы здесь сейчас мы с вами не создавали хаос, давайте все-таки выстраиваться плюс-минус, согласно того номера, который у вас был по списку. Соответственно, сейчас выстраивается первая десятка, вторая, третья и так далее. Список в дальнейшем будет передаваться, и одно ответственное лицо будет собирать последующую десятку. Да, как настроение у вас? Настроение хорошее. Приехал в 4.30, 56-й в списке. Вы поручили греть машину невесте, а сами воспользовались капюшоном. Да, но это самое оптимальное, что я мог предложить ей на сегодняшний день. На самом деле это очень разумно. Скажите, как часто была здесь перекличка? Каждые три часа была. У меня 28-го числа день рождения. У моей второй половинки 28-го числа день рождения. Настя, я могу сказать, что вы самый сообразительный человек, потому что все стоят в очереди, все мерзнут, а вы находитесь на стульчике. Да, я специально это продумала еще давно. В будущем муж приехал в 5 утра, занял место, вот мы приехали сейчас вместе. Скажите, он место занял этим стульчиком? Нет, просто в тетрадке. Мы только что общались с парой, которая 56-я, они приехали, получается, минут на 20 раньше, чем вы. Можно предположить, что раз в 20 минут подходили пары. Отлично! Устроение вообще супер! Скажите, пожалуйста, вы случайно припарковались у дворца бракосочетания или это какого-то замысла какого-то у вас есть? Мы ждем братишку. Четыре часа утра сюда. То есть четыре утра и стали третьим рядом? Да. Да, третьим рядом стали. Скажите, а почему вы находитесь здесь, а братишка в очереди? Чего здесь не греет с вами вместе? А он кореша себе дошел другого, представляете? Он нас бросил. И тем не менее вы его не бросили, вы ждете его здесь. Мы рядом, мы всегда рядом. Такой теплый, такой няшный, да? Сразу теплее стало, чувствуете? Расстоял лед. Расстоял лед между нами. Мы пятки. Это везение или это терпеливость и долгие ожидания? Это терпеливость и долгие ожидания, и планирование. Мы надеемся на это, что госуслуги немножечко подвиснут до нашего времени, и мы займем именно нашу дату, которую мы хотим. Алина, вы самая первая, кто зайдет в эти двери, правильно понимаю? Да. До этого никого не пускаете? Нет. Хорошо. И составили список тому, кому нужно зайти будет после вас, правильно? Да, составили. Артем, сколько пар на данный момент? Секунду. Сверен в списке? 94. Это уже уточненный список, правильно? Конечно, это список уже после всех перекличек ночных, после того, что несколько пар выбыли, и уже с дополнением того, что люди приходили с утра и прямо сейчас дописывались. Отлично. Скажите, а это вы придумали делить категорию людей, которые находятся здесь, по десяткам и передавать список каждому десятку ответственной паре? Ну, получается, что да, потому что я не слышал от кого-то такой инициативы, но я посчитал это разумным, потому что первый в десятке будет отвечать за, так скажем, свою группу людей. А как часто были переклички? Каждые три часа. Некоторые пары выбирают, а здесь греться в машинах. Видела одна пара, здесь даже стучки свои принесли. А вы самые-самые как раз, наверное, теплые варианты предлагаете, это снять отель. Да. И как вы себя заставляли раз в три часа сюда приходить? Сила воли. Вы припарковались специально около дворца, а вы планируете туда сегодня зайти? Да. Ну, по очереди. А, вы в очереди по очереди? Ну, да, чтобы не мерзнуть. 7 июля. 7 июля, и по очереди вы какие? 54-й. И через минут 30 откроется запись. Вы находитесь в очереди по какому списку? Какому номеру? 88. Хорошая цифра получается. Где-то минут 15-20 стоим. Вас греет любовь? Да. Ну, и машина недалеко. Любовь и машина. Вы знаете, что здесь есть список людей, которые стоят в очереди? Да. Вы в этот список попали? Да. Какой у вас номер? 94. 94-й. Могу сказать, что точно из первой сотни, первые, кто говорят про февраль, это вы. 22 июля. 22? Да, да, да. Могу сказать, что из всех, кого мы спрашивали про 22-й, все думают, точно все думают, но пока никто не говорил. Ой, ну супер, вы нас порадовали, тогда у меня есть надежда, потому что очередь пугает. 58-е, но в этот день могут подать заявление несколько сот человек, поэтому... Да, поэтому это означает, что июль большой месяц. Да, и значит, у меня точно есть стимул стоять здесь до конца, да? Давайте перейдем, чтобы очередь никуда не уходила. Итак, друзья, это первый десяток пар запустили во дворец, судя по всему. И судя по всему, 10 пар – это довольно-таки много людей, потому что мы продолжаем двигаться в сторону. А как вы греетесь? Своей любовью. Обнимашками, да? Да, обнимашками. Очень хочется спать. Скажите, пожалуйста, это случайно, что вы находитесь у дворца бракосочетания? Нет, не случайно. День подачи на июль? Да, именно. Очень не случайно. Хорошо. Насколько не случайно? Мы приехали в час посмотреть обстановку, разведать. И вот стали 51-ми. За ночь сдвинулись на одного, и сейчас мы 50-е. Поручить одному из вас находиться здесь, а вы можете находиться в машине. Ну, я пошел. Вы предчувствовали, что вам взял предложение, или это было прям неожиданно? Очень предчувствовала. И холодно не только мне, микрофону тоже. Слушай, у меня есть тут кое-что для согрева. Мы подавали заявление на июнь, пытались. Не получилось? Нет, не получилось. Не получилось ту дату выбрать? Да, там просто ничего не осталось приличного, когда очередь дошла до нас. То есть осталось только неприличное? Осталось только крайне неприличное. А мы решили проигнорировать эту систему и не записываться в этот список. То есть решили сломать? Потому что, ну, в прошлый раз, например, этого не было. И очевидно, что это какая-то самодеятельность какого-то особо деятельного человека. Вы про список записи, да? Да-да-да. Ну, это же абсурд. То есть и так речь идет о том, чтобы кто-то успел взять себе хорошую дату, а кто-то не успел. Это уже как бы второй уровень абсурда, что живая очередь самоорганизуется настолько, что делает какой-то список. Потом выяснится, что на нем надо ставить еще какую-нибудь печать или иметь нотариально заверенную копию этого списка. Но это же абсурд. Вот есть живая очередь. Мы видим тех, кто перед нами и после нас. Ну, это самое важное, я считаю. То есть самоорганизующаяся система, очередь. То есть этого достаточно? Да-да. Безусловно. А что морду бить без этого списка друг к другу? Ну, здесь же все по хорошему поводу изначально, правда? Всех нас объединяет любовь? Безусловно. Нет ничего, кроме любви. 106-е. То есть на момент открытия дверей вы 106-е? Да. Ну, мы спросим все равно, какую дату планируете вы? 26 июля. Сейчас у нас без 5-10. Вы через 5 минут сможете убедиться, что абсолютно все, кто находится в этой очереди, параллельно с тем, что стоят, они будут подавать заявление через госуслуги. Госуслуги! Висит. Что испытывают молодожены, а те, кому подходят мы с микрофоном? Страшно? Очень. Несмотря на то, что я тебя ниже ростом. Свадьба была 5 лет назад, было очень страшно. Сейчас уже совсем нет. Это опыт, Дима. Это 5-летний стаж. Пожелаю подать на ту дату, то время, которое они запланировали. Ну и, конечно же, взять нашу команду в работу. Молодец! Это именно те слова, которые мы хотели услышать. Но именно вы шире всех улыбаетесь, ярче всех улыбаетесь, и при этом вы первые, кто не говорит свою дату. Я попробую угадать, это будет июль? Конечно, все стоят на июль. Нет, там одна пара на февраль стоит. На февраль можно, в принципе, не стоять. У дворца бракосочетания в день подачи на летний месяц машины стоят в три, в четыре ряда, друзья. Их никто не эвакуирует, потому что все понимают, что это очень важно согреваться зимой и подать заявление на летний месяц. Всех нас объединяет любовь, и сотрудники ДПС к этому относятся лояльно. Моя машина стоит первая, ее увезут самой первой, если приедет кто-нибудь. Но я слышал, что вы говорили, надеюсь, сотрудники ГИБДД понимают, что это очень важный день для нас. Как зовут вашу невесту? Сабинка. Сабинка? Да. Так уютно. Самая красивая девушка здесь в этой очереди. Молодец! На самом деле, друзья, это самое правильное интервью. Мы говорим о том, что машина не важна, а невеста самая красивая, друзья. Только поаплодировать можно, да. И не хватает только лепестков роз, которые мы готовы вам бросить. Спасибо большое. Друзья, мы общаемся сейчас с парой, которая самая первая вышла с Дворца Брагасочетания. Вы подали заявление на июль. Июль, да. Какой день? Мы на 26. 26. 26? Да, ну, не принципиально были 20. Вот эти такие красивые даты. Время самое удобное, я уверен. 15.00. 15.00. Прямо смакуете вы сейчас. Вышли, смотрите, без шапок, довольный, улыбается, да. И все вам немножко завидуют, потому что у вас в руках приглашение, и каждый норовит и это приглашение сегодня получить. Что испытываете? Ну, как-то спокойствие. Спокойствие, в то же время радость. 15.00. Это, поверьте, это не предел. Жених где у вас? На работе. На работе? А он в курсе, что вы здесь? Да. Получится ли подать заявление, если вы находитесь без него? Ну, я заверила заявление у нотариуса, да, вместе с ним. Он заполнил его, поэтому надеюсь, что получится. Да? Тогда точно получится. Скажите, вы подали заявление? Да. Получилось? Получилось. Это не так страшно? Нет. Ожидание было длинным? Очень. А сколько времени вы ждали? Двое суток. Двое суток здесь находились? В машине грелись? Да. Только в машине? Ну, и в кафе. Ну, и в кафе, ну, конечно, да, двое суток, да, покушать, это нужно. Хорошо, скажите, какую дату выбрали вы для себя? На что ориентируются люди, которые самые первые находятся в очереди? Ну, мы выбирали любую свободную дату, оказалось 22.07.22. Красивая дата. Друзья, это те люди, которые выбрали 22 в 22 году. Вас не смущает, что перед вами еще 100 человек? 100 пар? Ну, меня смущает дочь, думаю, что, скорее всего, нет. Да нет, конечно, не так много, в принципе, мы, может, быть, ожидали даже худшего. Не, на самом деле могу сказать так, что многие те, кто хотят выбрать определенную дату, если эта дата выпадает не на самые топовые, то они эту дату именно и выбирают. Ну, хотелось бы часов 12, потом, чтобы пофоткаться и еще что-то. Это та пара, которая составила список. Та пара, которая кричала, говорит, хватит здесь толпиться около дверей, давайте вы подальше отойдите, потому что мы зайдем первыми. Да, это мы. Друзья, на самом деле это очень хорошо организованные люди, которые смогли здесь эту очередь как раз платить, да, и составить этот список, и первыми подали заявление на июль. Какое? Как хотели, как хотели, на 7 июля в 12.40. 12.40, 7 июля. Хорошо. Что испытываете, когда вам сказали, что это время свободно? Эмоции счастья, что не зря простояли двое суток. Даже сейчас выходили ребята благодарные. Ребята, так же вот как мы настраивали их ночью на позитив, они так же, не знаю, с добротой к нам отнеслись. Поблагодарили еще раз искренне за то, что как бы все мы вместе проделали всю эту работу, ну и все люди, которые стояли в очереди, до сих пор позитивчики стоят, а я думаю, это самое важное для всех. Здорово, здорово. Желаем удачи, чтобы все получилось у вас. Спасибо, всего доброго. Скорее отыгрываться и отсыпаться, наверное. Это первое.